Всем привет! Что мы знаем об агентах, защищающих президентов? Они хорошо подготовлены и в любой момент готовы, как в кино, закрыть своим телом главу государства. Вы будете удивлены, насколько продуманные и невероятные тактики имеет на своем вооружении современные секретные службы. Поехали! Президентский лимузин Барака Обамы, а теперь Дональда Трампа, имеет неофициальное кодовое название «Зверь». Это сильно модифицированный кадиллак. Все мы знаем, что он бронирован, но догадывались ли вы, что общий вес всех элементов брони достигает невероятных семи тонн. Толщина непробиваемых участков может достигать 20 сантиметров. Днище защищает стальная пластина, которая поможет в случае наезда на мину или взрыва бомбы непосредственно под автомобилем. Крепость на колесах оснащена автономной кислородной установкой и вентиляцией на случай любой химической атаки. Бензобак построен таким образом, что если даже в него напрямую попадет снаряд, он не сдетонирует. Можно сказать, что это практически танк на колесах. Если глава государства все же будет ранен, то спецагент выполнит протокол 10-минутного медицинского вмешательства. Секретные службы полностью обучены экстренным процедурам, чтобы президент выжил и достаточно быстро добрался до лечебного заведения. Кстати, одна из больниц всегда рядом, всякий раз, когда запланирован маршрут поездки. Кроме того, если в обычном автомобиле должна быть аптечка, то в бронетанке, управляющего страной, есть свой полностью оборудованный банк крови с плазмой. Представьте только, насколько все продумано. Дисциплина боевых искусств, которая используется среди полицейских и спецслужб, это стиль, предназначенный для экстремальных ситуаций. Например, как захват нескольких вооруженных атакующих. В России агенты фокусируются на контроле шести рычагов тела атакующего, локтях, шее, коленях, талии, лодыжках и плечах, через использование точек давления и ударов. Разумеется, они сосредоточены на том, чтобы противостоять врагу с огнестрельным оружием и направлять линию огня от цели. Система сосчитает естественное движение и приемы, отличающиеся точностью и взрывной силой. Сотрудники секретного отдела не просто разведывают территорию. Они собирают информацию, которая может даже с наименьшей вероятностью свидетельствовать об угрозе. Иногда это кажется даже безумным. Например, если президент отправляется куда-либо с визитом, нам известно, что агенты сопровождают его везде. Они контролируют все входы, выходы, коридоры и потаенные закутки. Но их обязанности намного шире, чем мы можем предполагать. Служба консультации консультируются со всеми психиатрическими лечебницами в данном районе и проводят оценку недавно выпущенных пациентов. Но и это еще не все. Есть специальные обученные люди, которые мониторят всю активность в соцсетях. Даже небольшая угроза в сторону руководителя страны может служить поводом, чтобы постучать в ваши двери. Но поставить лайк этому видео будет абсолютно безопасно, гарантирую. Уровень подготовки спецслужб просто поражает, когда становится известным, как им удается предотвращать покушение. Точнее, мы даже не знаем об этих посягательствах, так как они были заранее устранены. Любой убийца или террорист в толпе практически не имеет шансов. Он будет быстро выявлен. Агенты обучены сканировать массы людей по вербальным и невербальным признакам. Они могут увидеть подсознательные сигналы и выделить тех, которые нервничают и являются подозреваемыми. Причем эти сотрудники могут прочитать вас. Когда вы просто стоите или закуриваете сигарету, они уже знают, есть ли у вас какие-то намерения или вы мирный гражданин. Так что если вы окажетесь неподалеку президента, знайте, за вами тщательно наблюдают. Люди, которые защищают президентов, наверняка прилично зарабатывают. Но каково чувствуют себя их жены, дети, мамы и они сами, зная, что опасность на каждом углу и их жизнь под угрозой чуть ли не каждую секунду. Мы их не видим, а знаем только о результате работы. Друзья, а кто из вас хотел бы работать секретным агентом? Напишите в комментариях. А на этом все. До встречи!